МОЗ УРБАНФОРУ Урбанфоруме. Он проводится в Москве ежегодно, начиная с 2011 года. Последние несколько лет проводится в парке Заряди, а до этого на ВДНХ и других площадках столицы. Тема этого года – качество жизни, проекты, меняющие города. Об особенностях форума мы поговорили накануне с заместителем мэра Москвы. В этом году несколько особенностей в Урбанфоруме я хотел бы обозначить. Это качество жизни и проекты, которые меняют города. Второе – крупные мегапроекты, как они влияют на город. Третье – мы все-таки в этом году приняли решение сделать более активное выставочное пространство. Мы сам концертный зал Заряди используем как площадку для обсуждения профессионалов и участников Урбанфорума. Ну что, давайте пройдемся по выставке. Это стенд программы «Мой район». Главное в ней – сделать столицу без окраин. Ну а это стенд московской подземки к 2023 году. Длина московского метро должна составить тысячу километров. Ну вот и я построил метро. Теперь я еду в метро, которое сам построил. Станция Нижегородская. Но, конечно, МОЗ Урбанфорум – это не только выставочная площадка. Главное все-таки – это деловая программа. Затрагивается на Муфе и федеральная повестка дня. Президент несколько раз говорил о том, что нужен общественный контроль теми проектами, которые реализуются по нацпроектам в городах. Насколько этот общественный контроль сегодня реальный? Общественный контроль действительно реальный. Это касается и ОНФ, это касается общественных организаций, которые разные присутствуют сегодня в субъектах Российской Федерации. Это касается непосредственно самих людей, которые выбирали проекты, которые будут благоустроиться в каждом муниципальном образовании. то на данный момент это уже условия реализации национального проекта. И один из показателей, который зашел сегодня в указе президента, к 2024 году 30% населения в возрасте старше 14 лет должно принимать участие непосредственно в одобрении или неодобрении того проекта, который реализуется на территории муниципального образования. И, конечно, тут очень важно, чтобы и цифровые технологии были максимально задействованы. Бизнес тоже участвует в процессе формирования комфортной городской среды. Причем самым активным образом. Как застройщики могут проявлять инициативу в развитии городского пространства? Есть ли такая инициатива вообще? Идет живая дискуссия, когда в том числе и бизнесу задают вопрос, а какая потребность у населения, у ваших клиентов и у вас, собственно, как у бизнеса, для того, чтобы мы создавали комфортную жилую среду. Мы предлагаем наши идеи, предлагаем не только как строители, но и как компания с достаточно большим жилым фондом в управлении, потому что все дома, которые мы вводим в эксплуатацию, мы продолжаем ими управлять после заселения наших клиентов. Мы собираем эти данные, открыто делимся ими с городом, ну и, соответственно, сами анализируем. Но продолжим нашу экскурсию по площадкам МУФа. Ну а вот это конечный вид Москва-Сити. Один из самых высоких небоскребов в Москве. Это вот эта 405-метровая башня. Ее только начинают строить. На МОС Урбан Форуме представили название этой башни – One Tower. Она станет самым высоким жилым зданием Европы. Проект Москва-Сити практически уже полностью завершен. Следующий проект – это Большой Сити. Тут все, идем наверх. На втором этаже стенды застройщиков. Давайте поговорим с ними. Одна из дискуссий в рамках деловой программы МОС Урбан Форума в этом году была посвящена теме «Эскроу-счетов». Дело в том, что строительный рынок России находится в процессе реформы. Теперь девелоперы должны начать строить на заемные средства. Ваша компания готова к переходу на «Эскроу». Что будет с продажами вообще ваш прогноз? Действительно, мы готовы. Мы начали реализовывать наши новые проекты как в Москве, так и в Ростове по «Эскроу» заблаговременно. У нас первые сделки по «Эскроу» были подписаны. 17-18 июня мы начали реализовывать наш новый проект «Вестердам», который находится на Аминьевском шоссе на западе Москвы, уже через «Эскроу-счетов». Мы достаточно долго готовились к этому. В первую очередь прорабатывали механизмы взаимодействия с нашим банком-партнером «Банком открытия». И отвечая на вторую часть вашего вопроса, пока мы не видим никаких признаков снижения. То есть спрос, несмотря на мнение ряда специалистов на рынке, остается на достаточно хорошем уровне. Но вернемся к главной теме МУФа – урбанистики. Москва растет ввысь, причем буквально. Один из трендов – это высотное строительство. Новостройки становятся все выше. Например, вот в этом жилом доме 59 этажей. Вениамин Голубинский, президент группы компании «Картроз». Добрый день. Главное для МУФа повестка все-таки московская. А что за пределами МКАДа? Как там покупатели и застройщики относятся к созданию комфортной городской среды? Для нас не кончается городская среда пределами Садового кольца. Это уже давно. Стандарты городской среды мы начали предлагать с 2000, дай бог памяти, 2006 года, и фактически многие наши предложения сегодня уже выглядят реализованными. Проекты благоустройства в Москве и в регионах как-то отличаются от ваших проектов? Вот спасибо, это очень хороший вопрос. Мы приняли решение с прошлого года и стали напряженно работать на типологизации отдельных брендов. Вот у нас в Москве строится проект Headliner. Теперь этот проект в таком же качестве, в таких же стандартах реализуется в Перми, и с будущего года он будет реализоваться в Екатеринбурге. Также мы будем сейчас поступать, у нас есть стандарт I Love для семейной жизни, и этот стандарт мы тоже понесем по стране. Московская повестка на МОС Урбанфоруме была многовекторной. От развития транспорта до программы «Мой район». Вернемся к разговору с вице-мэром столицы. Коротко, давайте назовем все-таки крупные мегапроекты, инфраструктурные прежде всего, которые реализуются сегодня в Москве. Я все мегапроекты объединил в несколько групп. Первая группа проектов – это, конечно, транспортные. Это метро. Второй – это, конечно, реновация. Это пока самый крупный в мире реализуемый проект. Третий блок – реновация промзон. Конечно, мегапроекты «Новая Москва». Это, безусловно, как отдельная территория, которая комплексно включает в себя и транспорт, и социалку, и благоустройство. То есть задача построить новый город, интегрированный со старым городом. Вот, кстати, один из крупнейших застройщиков «Новой Москвы» – группа компании «А-101», в портфеле которой более 1 миллиона квадратных метров жилья на этой территории. Генеральный директор компании Игнатий Денлидия, добрый день. Как обстоят дела в «Новой Москве» с созданием комфортной городской среды? «Новая Москва» скоро станет вообще лидером по созданию комфортной городской среды. И сегодня город делает колоссальные условия в самой Москве, преобразуя улицы, районы, партии, скверы. А мы это создаем вместе с городом на территории «Нового Москвы» практически с нуля. Развитие нашей программы по формированию образовательных кластеров, развитие нашего проекта комплексного благоустройства. Следующий интересный проект в рамках многофункционального центра «Прокшена» мы делаем бизнес-центр. Сейчас ведется конкурс уже на вторую версию концепции. Мы занимаемся созданием всесезонного курорта в основе своих. Это горнолыжный склон с символичным для нас перепадом высот 101 метр. Четыре основных склона, дополнительные склоны, предполагается, круглогодичное использование этого парка. Мы хотим создать такой мощный центр притяжения. Но, конечно, нельзя побывать на МОЗ Урбанфоруме и не поговорить с его главными героями – архитекторами и урбанистами. Юлия Зубарик, глава городостроительного бюро «Мастерс-план». Юлия, вы городостроители. Власти Москвы называют одним из мегапроектов развития промзон столицы и их реновации. Скажите, а это интересно бизнесу? Абсолютно интересно. Дело в том, что реорганизация промзон – это не только задача города, но и в первую очередь, наверное, задача всех девелоперов. В основном девелоперы используют эту территорию в своих целях в качестве развития многофункциональных общественных пространств. Жилье, офисы, социальная инфраструктура, дороги, досуг. Итоги форума мы попросили подвести еще одного архитектора. Амир Идиатурин представляет новую школу архитектуры и дизайна. В этом форуме большое внимание уделено то, как города будут привлекать молодое поколение создавать вот эту экономику. Городская экономика, она будет вектором такого глобального развития. И вот с точки зрения архитектора мне интересно, что появляются новые типы жилья, такие как калиевинги, то, как влияет создание вот этих вот гибридных пространств, которые уже взаимодействуют с шеринг-экономией, с людьми. Итак, урбанистика в масштабах всей страны – это нацпроект создания комфортной городской среды по всей России. В масштабах столицы – это развитие транспортной инфраструктуры, развитие промзон, реновация и благоустройство районов, что называется «Москва без окраин». На этом все. Читайте РБК «Недвижимость». Смотрите нашу программу. Я Игнат Бушухин. Удачи в квадрате.